Привет, друзья! Февраль 2017 года надолго запомнят в Калифорнии, где во время обильных дождей плотина не смогла справиться с огромным количеством прибывающей воды. А что произошло дальше, смотрите сами. Основной водосброс был поврежден, так как в бетонном жёлобе образовалась промойна, а её размеры с каждой минутой только увеличивались. Представьте только, 4,5 миллиарда кубометров всепожирающей стихии могли обрушиться на жителей Калифорнии. Было принято решение задействовать аварийный водосброс, но он оказался неисправен, так как его не ремонтировали более 50 лет. В результате вода начала переливаться через край плотины и тогда с 235-метровой высоты вниз рухнуло более сотни тысяч тонн воды, которая сметала всё на своём пути. Для того, чтобы задержать мощный поток, спасатели с вертолётов скидывали мешки с песком и камнями на верхушку плотины. К счастью, это помогло сдержать воду, а сама дамба всё же смогла устоять под напором стихии, но большинство жителей на некоторое время всё же пришлось эвакуировать. В 2005 году из-за урагана Катрина пострадали многие населённые пункты США, однако жителям Нового Орлеана досталось больше всего. В городе в результате стихийного бедствия не выдержала плотина, из-за чего 80% города оказались затопленными. Губернатор штата Луизиана тогда отдала приказ об эвакуации всех жителей города, включая несколько десятков тысяч человек, которые обосновались на стадионе Супердоу. В Новом Орлеане были затоплены оба аэропорта, а также всемирно известный французский квартал, знаменитый своими архитектурными памятниками. 12 мая 2018 года в Колумбии произошёл мощный прорыв плотины. Как выяснилось позже, это происшествие стало следствием допущенных ошибок при строительстве ГЭС. Вдобавок проливные дожди, которые прокатились по всей стране, сильно повысили уровень воды в водоёме. Бушующие воды реки Каука пробились через дренажный тоннель, а после беспощадно поглотили землеройную технику, стоявшую поблизости. Десятки тысяч людей были эвакуированы, около 600 семей лишились собственных домов. Весной 2019 года Канада пережила мощное наводнение, которое коснулось трёх крупных провинций – Квебек, Нью-Брансвик и Онтарио. Спасательные службы эвакуировали на лодках 12 тысяч человек, поскольку все мосты и дороги были залиты водой. Спасателям и военным приходилось строить временные дамбы, чтобы остановить поток. Причиной оказалось то, что всего в 50 километрах северо-западнее Монреаля была прорвана плотина. Из берегов вышла река Оттава. Она столь стремительно направилась в близлежащие города, что многие люди, не успевая взять свои вещи в спешке, покидали собственные дома. Эвакуированных людей размещали во временных приютах. Сильное наводнение, вызванное выпадением аномального количества осадков в сентябре 2017 года, обрушилось на китайскую провинцию Шэньси. Проливные дожди, не прекращающиеся пять дней подряд, попросту переполнили реку Дали, вследствие чего дамба рухнула. Потоки воды были настолько мощными, что затопили сразу несколько городов. Китайское правительство вовремя успело эвакуировать около 27 тысяч человек из потенциально опасных районов. Получилось это благодаря тому, что о приближающейся опасности несколько раз предупреждали все метеорологические службы страны. Две тысячи строений были разрушены, и 12 тысяч гектаров фермерских плодородных земель пришли в негодность. Юго-восток Лаоса претерпел ужасную катастрофу, которая перевернула жизни многих людей. Недостроенная дамба, являющаяся частью крупного энергетического проекта, была прорвана. В результате было смыто с лица земли шесть деревень и разрушены тысячи домов. По оценкам экспертов, на провинцию хлынуло 5 миллиардов кубометров воды. Для наглядности это 2 миллиона олимпийских бассейнов. Можете себе представить этот объем? Но что послужило причиной катастрофы? Все случилось из-за сильных дождей, прошедших в регионе. Тогда огромное количество людей остались без крыши над головой. Спустя некоторое время выяснилось, что строительные работы начались еще в 2013 году, а закончиться должны были к концу 2018-го. Но кто-то явно не хотел торопиться, за что и поплатились невинные люди. По оценкам экспертов, ремонт дамбы обошелся стоимостью не менее 1 миллиарда долларов. А вот это наводнение зафиксировали 30 апреля 2019 года в американском городе Давинпорт, в штате Айова. Временная дамба из мешков с песком буквально прорывалась рекой Миссисипи. Вода совершенно неспешно заполняла всю городскую площадь. Наблюдая это, люди ринулись бежать куда подальше, и всего через полчаса на этом месте образовалось целое озеро. Затем уровень воды поднялся до отметки в полтора метра. Многие оказались в ловушке. Люди не могли покинуть дома, офисы и магазины, они поднимались на крыши зданий, и уже оттуда спасатели эвакуировали их на лодках. Эта картина напомнила кадры из голливудских фильмов. На озере Данлэп в штате Техас, США, огромная бетонная плита с легкостью была поднята мощнейшим потоком воды. Кажется, что яростные воды взбунтовались и сбросили с себя оковы. Бушующая стихия прорвалась в проем водосброса, прослуживший почти 100 лет, но с течением времени он прогнил. Независимо от того, насколько совершенна конструкция, придет то время, когда она выйдет из строя, особенно если ее не ремонтировать. Именно так произошло в Техасе. Эксперты оценили убытки. Ремонтные работы водосброса стоили 35 миллионов долларов. В Южном Пакистане на реке Инд в 2010 году произошел прорыв плотины. Более полумиллиона пакистанцев вынуждены были покинуть свои деревни и города, опасаясь прибывающей воды. Накануне прорыва плотины было эвакуировано почти 300 тысяч человек из города Татта. Уже после того, как Инд прорвал заграждение, началась эвакуация из других городов, которая переросла в стихийное бегство десятков тысяч человек. В конечном итоге было уничтожено около 800 тысяч домов, а затопленными оказались более 2 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий. На сегодняшний день власти Европы и США постепенно отказываются от использования крупных гидроэлектростанций, так как те наносят большой вред экологии и, к тому же, экономически невыгодны. Надеемся, что тенденция будет продолжать набирать обороты и человечество начнет разумно использовать дары природы. Одна из крупнейших техногенных аварий в истории Киева, произошедшая весной 1961 года, унесла более полутора тысяч жизней. Все началось с того, что Петровские кирпичные заводы в течение 10 лет сливали в район Бабьего Яра свои отходы производства, а затем случилось страшное. 13 марта этого же года земляную дамбу прорвало, и селевой поток шириной в 20 метров и высотой около 14 метров понесся на улицы города. Глинистая стена высотой с пятиэтажный дом на огромной скорости сносила все на своем пути. Стадион «Спартак» утонул в грязи, затопило трамвай, троллейбусы и территорию общежитий со многими семьями. Информация о погибших, как и подробности расследования чрезвычайного происшествия, тщательно скрывалась КГБ вплоть до распада СССР. Конечно, это отдельная и сложная тема, так что если вам интересно подробнее узнать об этом происшествии, я могу подготовить специальный выпуск, но только если это видео наберет 30 тысяч лайков. А на этом все, друзья, берегите себя!